Проблемы здравоохранения, благоустройства, городской транспорт, преобразование в школьной программе. Это далеко не полный перечень того, что волнует современную молодёжь. Своё видение развития города они изложили в кратких эссе. Перед жюри стояла непростая работа «Выбрать лучшее». Каждый член жюри прочитал внимательно ваши работы, а потом мы решили свои предпочтения высказать в узком кругу. И каждый высказывал свои предпочтения. Ставит там первое место, второе место, третье место. Другие делали точно так же. И когда совпадали несколько фамилий, мы им ставили баллы. Те, кто набрал больше всех баллов, заняли призовые места. Диплом второй степени присудили Виктории Сафроновой. В своём эссе девушка затронула сразу несколько проблем. Я бы хотела обеспечить каждого человека, имеющего проблемы со зрением, специальным навигационным оборудованием, которое он будет управлять при помощи своего голоса. Также в городе и на остановках в транспортных средствах хотела бы делать озвучку не только названия остановок, но и номера маршрута. Положение конкурса предусматривало, что дипломы и призы получат только лауреаты. Однако, прочитав работы, жюри решила наградить всех участников. Призы для них предоставила компания «Саров Инвест». Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.